приветствую всех на канале genus info недавно совершил очередное небольшое путешествие и сейчас вам о нем хочу рассказать а в описании к видео вы как всегда сможете найти ссылки на ресурсы с подробной информацией о местах которые я посетил и ссылки на лучшие гостиницы на границе московской и калужской земель среди холмов и боров на берегах реки протвы расположился город боровск от москвы находится примерно в 100 километрах на юго-запад доехать можно по киевскому шоссе или же на электричке от киевского вокзала но с пересадкой в балабаново или от метро теплый стан на автобусах основан в 1358 году но судя по всему поселение здесь было и до этого город небольшой но очень зеленый и на мой взгляд очень уютный здесь сохранилось достаточно много архитектурных памятников прежних времен я в боровске это городок на границе московской калужской областей и на съезде с киевского шоссе есть на трассе надпись благословенная калужская земля приветствует вас но по качеству дорог сложно сказать что она действительно приветствует так что калужскому автодору не зачет по этому пункту история боровска очень насыщенная например он был одним из городов который принял на себя удар поляков в смутное время защитники города под предводительством князя михаила волконского проявили стойкость и героизм императрица екатерина вторая сочла необходимым увековечить подвиг народных героев что отразилось в гербе города утвержденным ею 1777 году из полного собрания законов российской империи знакомимся с его описанием во время второго самозванца боровск и пофнутьев обретающийся всем граде монастырь был сообщниками сего злодея осажден защитники же онова были воеводы князь михайло волконский яков змеев и афанасий челищев со многими другими и два последние из меня отечеству государю град и монастырь всему злодею сдали князь же волконский и в такой крайности не перестал защищаться даже как пронзенный многими ударами в самой церкви пофнуть его монастыря у левого крылоса живот свой скончал напоминая сие достойное сохраниться в памяти происшествия герб всего города состоит в серебряном поле изображающим невинность и чистосердие червленое сердце показующее верность в середине которого крест изъявляющий истинное усердие к божиему закону основанию всей добродетели и сердце сие окружено лавровым венцем показующим нерушимость и твердое пребывание достойной славы сему вождю и другим погибшим за справедливую причину с ним а в середине 17 века поровск стал свидетелем трагедии христианской руси сюда были сосланы протопоп аввакум здесь были убиты боярыня морозова и ее сестра княгиня урусова старообрядческая церковь почитает их мучениками а поровск остается твердыней древнего православия чему подтверждением служат и расположенные здесь старообрядческие храмы в отечественную войну 12 года боровск пострадал от французов а в конце 19 века в нем жил и работал преподавателем константин циолковский в его квартире сегодня располагается музей но к сожалению мне не удалось в него попасть в него попасть в настоящее время несомненным центром притяжения является боровский пафнутьев монастырь расположенный в нескольких километрах от центра города основан был в 1444 году преподобным пафнутьем боровским многое повидал на своем веку но сквозь столетия сохранил свой неповторимый и запоминающийся облик в москва в москва в москва в москва Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 В качестве итога хочу сказать, что Боровск произвел на меня положительное впечатление. На мой взгляд, это очень недооцененный город в туристическом плане. И если в этом направлении провести работу, то со временем, совсем скоро, он сможет стать достойным конкурентом древним городам Северной Руси. А поскольку он от Москвы находится относительно недалеко, то это ко всему еще и отличная идея для однодневной поездки. Благодарю за просмотры. Не забывайте подписаться на канал, поставить палец вверх, оставляйте ваши комментарии. Приезжайте в Боровск и до новых встреч. Всем привет! Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok